В зале правительства области сегодня главы всех муниципалитетов. Это своеобразный отчет о выполнении сразу нескольких важнейших для региона программ. Об обеспечении жильем детей-сирот, ветеранов, а также переселении из ветхого и аварийного жилья. Сначала итоги подводят специалисты, а затем вопрос задает уже первый замгубернатора Валентин Горобцов. Подрядчикам, которые сейчас не укладываются в сроки выполнения программ. Подводите постоянно. Постоянно. Ваши объекты начинаются хорошо, многообещающе, а завершаются плачевными. Поэтому, когда мы на вас начнем сейчас начислять все, что положено в контракте, чтобы вы еще не остались в минусе, а не в плюсе. В плюсе в этом году наиболее незащищенные социальные слои. 250 сирот стали владельцами собственных квадратных метров. 2300 ветеранов отпраздновали новоселье. Кроме того, сейчас идет реализация программы по переселению из ветхого и аварийного жилья. Уже в понедельник в регион из федерации поступит почти полмиллиарда рублей. Этого достаточно, чтобы обеспечить новыми квадратными метрами 457 вологодских семей. Программа получит продолжение в 2011-2012 году, о чем заявил в ближайшее время президент. Если мы хорошо выполним качественно эту программу в этом году, в начале следующего года, то мы имеем возможность получить очень хорошие шансы для участия в дальнейшем в этой программе. Причем обязательные условия программы – жильцы аварийных домов должны получить новые квадратные метры. Еще одна особенность этого года – в малоэтажных домах. Федерация заинтересована в развитии этого направления строительства. Теперь важно, чтобы полученные средства были освоены в полном объеме и точно в срок. Надо довести до последней извилины головного мозга, что надо сделать правильно и качественно. Нарушение законодательства в той иной мере поставит крест на дальнейшем участии области в этих федеральных программах. А сумма в полмиллиарда рублей – это лишь 12-я часть от необходимого. Для того, чтобы сейчас в области переселить всех волокжан из ветхого жилья, требуется 6 миллиардов.